Уборочная в Беларуси в самом разгаре, однако коррективы в работу аграриев внесла непогода. Так, на Гомельщине из-за грозового фронта в ряде районов зерновые полегли на значительных площадях. Справиться с ситуацией хреборобам помогает отечественная техника, оснащённая специальными стеблеподъёмниками. Александр Добрьян подробнее. Ну вот такое должно быть по росту, по высоте. А видите как лежит. Виды на урожай в этом году в хозяйстве Михаила Цыганка были хорошие. Но воскресный ливень внёс свои коррективы. Честно говоря, с такими полями давно не сталкивались. Именно полелость достигает 50-60%. А это всё ложится на затраты, естественно, на топливо. Поднять такие хлеба можно, убирая их исключительно против шерсти. То есть комбайн работает только в одну сторону. Расход топлива на таких участках удваивается, а скорость работы существенно сокращается. Теряют хлеборобы не только в скорости, но, соответственно, и в зарплате. Правда, Александр Филиппчик признаётся, что сейчас ему об этом думать некогда. Работа требует максимального внимания. Главная мысль потомственного хлебороба – как убрать без потерь. А зимая рожь на этом поле прикатана словно асфальтоукладчиком. Поднять её с земли помогает вот такая небольшая техническая хитрость – стеблеподъёмник. Это, конечно, не ноу-хау, но без него убрать урожай просто невозможно. Из-за сюрпризов непогоды аграрии вынуждены буквально вычёсывать урожай с полей. Тем не менее, есть и положительные моменты. Во-первых, зерно пока хорошо держится в колосе, и потерь при уборке практически нет. Во-вторых, несмотря на ливни, влажность самого зерна минимальна. А значит, дополнительно тратиться на его сушку не нужно. Повсеместно зерно достигло полной спелости. Влажность зерна составляет от 13 до 16%. В целом по области на сегодняшний день убрано четверть зерновых колоссовых культур. Конечно, свои коррективы вносит погода. Но благодаря профинализму людей, которые заняты на уборке, работа осуществляется без потерь. Несмотря ни на что, темпы уборочной на Гомельщине близки к максимальным. В день убирают до 5% от общей площади зерновых. Если погода не внесёт свои коррективы, такими темпами страда в области может закончиться в ближайшие две недели. Кстати, по прогнозам, урожай зерновых колоссовых на Гомельщине в этом году перевалит далеко за миллион тонн. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.